Еще недавно здесь был пешеходный переход, и им активно пользовались. А на днях появилось в социальных сетях сообщение о том, что его похоронили. Именно так выразились авторы сообщения. На самом деле здесь просто поставили ограждение. Теперь здесь переходить дорогу категорически запрещается. Такое решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, куда входят сотрудники администрации Ленинского городского округа и автоинспекторы. Только в прошлом году на данном переходе возле дома номер 56 по проспекту Ленинского комсомола было зафиксировано два наезда на пешеходов и два ДТП без пострадавших. Члены комиссии признали это место небезопасным для всех участников движения. Здесь много факторов было на самом деле, потому что и пешеходы в какой-то степени виноваты, что они, подходя к проезжей части, не убедились в своей собственной безопасности. Ну и, соответственно, вина автоводителей. Большинство нами опрошенных прохожих недовольны тем, что переход убрали. Говорят, ближайший находится очень далеко. Очень неудобно, обходить очень далеко. Пешеход здесь нужен. Многие жаловались, что здесь машины несутся, не видят пешеходов, поэтому убрали. Или как? Ой, я не знаю. Не знаю, я не слышала. Неудобно теперь идти или туда, идти к Дикси, или назад. Здесь хорошо было. Было мнение, что он не очень безопасный для пешеходов? Он небезопасный, но нам было удобно. Машинопотоки в любом случае можно как-то организовать светофором, потому что и с той стороны, и с этой есть такая фаза, когда светофоры горят красным. И здесь действительно можно переходить. Я считаю, что здесь нужен светофор. Прохожие утверждают, что люди по старой памяти так и продолжают пользоваться закрытым пешеходным переходом. Только теперь им приходится нарушать. Мы сами стали свидетелями, как одна из наших собеседниц на свой страх и риск перешла дорогу в неположенном теперь месте. С другой стороны, автомобилисты, которые после ликвидации перехода с облегчением выдохнули. Когда выезжаешь вот с той стороны, например, идет пешеход, я резко торможу, а машины, которые едут с ПЛК, тоже некоторые не успевают затормозить, и происходит авария. Похожая дорожная ситуация сложилась и на соседнем регулируемом перекрестке возле дома номер 17, корпус 1, по тому же ПЛК. Здесь люди жалуются на несознательных автомобилистов, которые грешат тем, что продолжают движение в то время, когда пешеходам загорается зеленый сигнал светофора. На днях под колеса чуть не попала местная жительница Елена Константинова. Встаем на зебру, на пешеходную, соответственно, зеленый свет, начинаем переходить дорогу, и перед нами прямо в двух сантиметрах от нас машина пролетает. Хочется достучаться до автолюбителей. Неужели вот эти 10 секунд спасут их? Просто на месте любого пешехода может быть и их мама, жена, ребенок. Елена Константинова уверена, здесь, как и на соседнем регулируемом перекрестке, необходимо ставить камеры видеонаблюдения. Сотрудники госавтоинспекции намерены обратиться с таким предложением в администрацию округа, чтобы рассмотреть вопрос на одном из заседаний комиссии по безопасности дорожного движения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно-ТВ. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева.